Из этого видеоурока вы узнаете об очень интересной и удобной функции выделения объектов. Называется это режим выделения через быструю маску. Находится данная команда здесь, включается вот этим значком. И сейчас я вам покажу, как работает данная команда. Для того, чтобы включить режим быстрой маски, нам необходимо нажать на данный значок. Он становится таким вот вдавленным, и это характеризует то, что сейчас у нас включена команда быстрой маски. Давайте представим, что нам необходимо выделить вот эту вот пиццу. И давайте представим, что с помощью инструмента выделения стандартных нам это сделать неудобно. Мы будем выделять через режим быстрой маски. После того, как мы включили данный режим, нам необходимо обязательно убедиться, чтобы основной цвет стоял черный. Фоновый цвет стоял белый. Далее мы выбираем инструмент кисть. И начинаем, скажем так, рисовать поверх нашего объекта, нашей пиццы. Как мы видим, у нас появляется красный цвет, хотя у нас в палитре цветов его нету. Стоит черный цвет. Это потому, что у нас включена команда режим быстрой маски. Когда мы закрашиваем кисточкой, всегда появляется красный цвет. Красный цвет характеризует то, где у нас будет выделение. Таким образом мы можем закрасить произвольно абсолютно любой объект, независимо какая у него форма. Естественно, мы можем увеличить масштаб, чтобы нам было удобнее работать. И продолжить закрашивать с помощью кисточки. Естественно, мы можем поменять размер кисточки, жесткость и продолжать закрашивать. Давайте представим, что вот здесь я ввались за края, и нам сейчас необходимо стереть данный участок. Это делается очень просто. Мы нажимаем на стрелочку «Поменять цвета с фонового на основной». И с помощью кисточки просто продолжаем убирать то, что нам не нужно. Когда мы убрали, обратно возвращаем наши цвета по умолчанию и продолжаем выделять. После того, как мы закрасили тот объект, который мы хотим выделить, снимаем команду «Быстрые маски». Нажимаем по этому значку, и как мы видим, у нас появляется выделение. Вот так вот мы можем выделить очень быстро, аккуратно, любой объект с нестандартной формой. Довольно удобная функция, и в процессе работы вы и будете, скажем так, часто пользоваться. Далее мы можем делать с этим выделением все, что хотим. Поменять цветность, изменить форму и так далее. Сейчас, если вы могли заметить, у нас выделилась не пицца, а фон, который за этим выделением, потому что у нас выделены края, как вы видите. Чтобы сделать инверсию, мы нажимаем «Ctrl-Shift-I». Теперь у нас выделилась пицца. Естественно, после выделения мы можем применить какую-то коррекцию, изменить цвета, насыщенность, яркость, либо же включить свободное трансформирование и поменять форму пиццы. То есть, все, что мы можем придумать. Таким образом, с помощью данной команды, режима быстрой маски, мы можем выделить абсолютно любой объект и изменить его по своему усмотрению. У данной команды есть пара настроек. Чтобы их запустить, щелкаем два раза левой кнопкой мыши по значку быстрой маски. У нас появляется вот такое вот окошко, где мы можем поставить значение, то, что будет выделяться. Сейчас, когда мы рисовали кисточки, кисточки, красным цветом у нас выделялась та область, которая не будет выделена. Точнее, у нас выделенная область получился в фон. Если мы хотим, чтобы сразу у нас выделялась та область, которую мы закрашиваем, то ставим выделенная область. Смотрите, выделим ту же самую пиццу. Снимем выделение. И у нас уже сразу выделена пицца, а не то, что за пределами ее. Покажу вам на более простом примере, как работает данная команда. Давайте выделим сейчас пиццу с помощью инструмента овального выделения. Заходим в режим быстрой маски. И, как мы видим, у нас выделилась красным цветом наша выделенная область. Потому что у нас стоит параметр выделения области. Сейчас давайте мы переставим на команду маскирования области и включим обратно маску. То увидим, что теперь все работает наоборот. Выделилось все, что за пределами нашей выделенной области. Я рекомендую поставить второй параметр выделения области. С ним работать немножко проще. И он применяется при работе в гораздо больших случаях. Естественно, иногда стоит пользоваться и первым параметром. Следующий параметр. Мы можем выбрать каким цветом будем закрашивать выделенную область. Если вам не нравится красный цвет, вы можете выбрать какой-то синий. Точно так же можете поставить непрозрачность. Если у вас картинка какая-то полупрозрачная, то можете уменьшить непрозрачность цвета. Нажимаете ОК. Выбираете кисточку. Включаете режим. Быстрой маски. Как вы видите, у нас уже залилось синим полупрозрачным цветом. И мы можем добавить с помощью кисточки еще выделенные области. Давайте сейчас выделим полностью нашего повара. Я вам покажу простой способ, как быстро выделить. Сначала с помощью большой кисточки вы выделяете основную форму. Далее переключаете цвета с фонового на основной, чтобы стереть все лишние цвета. Увеличиваете масштаб. Уменьшаете кисточку и убираете все лишнее. Просто корректируете контуры. Таким образом у вас довольно быстро получается качественное выделение. Вы можете изменить жесткость, размер по своему усмотрению в процессе работы. Где края лучше ставить кисточку пожестче, чтобы выделение по краям было максимально точно. Но при этом стоит выделять, убирать наш цвет максимально точно. Если вы хотите добиться лучшего выделения, то увеличиваете еще больше масштаб, уменьшаете кисточку и проходитесь по краям. Вот, собственно, так происходит процесс выделения. Все я показывать не буду. После того, как вы выделите, стерете все лишние погрешности, сделаете максимально точными края, отжимаете данную функцию и у нас выделяется наш объект. Как мы видим, там, где мы выделяли кисточкой при большом масштабе, края получились максимально точными и максимально корректными. Там, где мы этого не делали, получились погрешности выделений. Вот и все. Вот так вот работает данный инструмент. У него всего одна настройка, точнее, две. Мы можем поменять цвет и указать, что будет выделяться. Сама область или все, что за пределами выделены области. Ну что ж, на этом мы рассмотр данного инструмента будем заканчивать. Ваше задание на сегодня заключается в том, чтобы взять пять различных картинок, где будут объекты с неправильными формами, то есть брать объекты, где квадрат, круг и так далее. Такие простые формы нельзя. Необходимо взять какие-то сложные объекты, например, человек, какая-то фигура. Чтобы вам лучше понять, как работает данная команда. И, собственно, вам необходимо на этих пяти картинках выделить объекты и сделать какую-то коррекцию. Изменить цвет, насыщенность, тон, либо изменить форму. В общем, вы можете применить все то, что мы с вами проходили до этого в предыдущих видеоуроках. На этом домашка заканчивается. Желаю вам успешного выполнения. Спасибо за внимание. И до встречи в следующем видеоуроке.